Привет всем, я рад вас снова увидеть на своем канале. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Сергей Швидко, и я снимаю вот такие небольшие видосики про фото-видеотехнику, про различные гаджеты, да и про все то, что нередко появляется в моих руках. Я немного отсутствовал на канале, как вы уже могли заметить. За это время много чего произошло. Я отпраздновал свой день рождения, много работал и снял видос для канала Хохлов Сабатоски. Поэтому, если ты вдруг его еще не видел, то беги к ребятам на канал. И в этом видосе я там рассказываю про такие базовые банальные вещи по работе в Final Cut. В сегодняшнем видосе я как раз хотел бы вам рассказать, как с помощью всего лишь одного плагина можно создать свой собственный лут, будь то цветовой или переводной, как в моем случае. Те, кто на моем канале не впервые, уже давно знают, что я снимаю на камеру Fuji X-T4. Иногда снимаю в логарифмическом профиле. И тот переводной лут, который нам предоставляет компания Fujifilm, мне не особо нравится. Поэтому сегодня мы вместе с вами создадим на примере моего короткого видео переводной лут как раз для Fuji X-T4. Вы можете его создать для любой камеры и не только переводной. Поэтому усаживаемся за компьютер и поехали. Так, и как вы уже могли догадаться из обложки к моему видео, речь пойдет о плагине Final Cut Pro. Это просто замечательный плагин, который можно было только придумать. В нем содержится все, что нужно для проявки и для цветокоррекции, начиная от кривых, заканчивая стовыми кругами. Так, мы пересели за Final Cut Pro, и тут нас встречает вот такая безжизненная картинка, отснятая на Fuji X-T4 в F-Log. Далее мы кидаем наш плагин Final Cut Pro на наш видос. Он у нас прогружается. Выглядит он примерно вот так. Тут на самом деле можно поиграться с контрастом, можно поиграться с балансом белого и так далее. Но при этом у нас есть очень прикольная вкладка Layers. Итак, у нас здесь есть цветовые круги, есть кривые, есть что-то подобное Lumetri Color, который у нас есть в Adobe Premiere. И, в принципе, для того, чтобы нормально проявить F-Log, мы можем воспользоваться вот этим главным окошком. Для этого мы сперва откроем Waveform, чтобы все это делать по-правильному. И далее мы что можем делать? Мы можем, конечно же, накатить контраста, чего так не хватает F-Log. Далее очень прикольный вот этот есть бегуночек, который, прибавляя-убавляя, у нас картинка слегка проседает и нормально такая становится темненькая, киношная, что ли. Вот примерно это так и выглядит. И далее следующим шагом нам остается что сделать? Добавить, конечно же, красок нашему видосу с помощью вот этой вкладочки бегунка Saturation. Накидываем его по вкусу, так как нам нравится, не нравится. И, в принципе, мы получаем довольно-таки хороший результат. Давайте для сравнения я накину тот лут, который предлагает нам компания Fujifilm. Открываем Custom LUT и закидываем лут от компании Fujifilm. Давайте выберем вот этот. И вот так вот розовенько смотрится моя кожа. И вот непосредственно это мне не особо-то нравится в лутах от Fujifilm. То есть я становлюсь такой слегка, как креветочек, как поросеночек, что ли. Вот. Чего непосредственно нельзя сказать про плагин Final Cut Pro. При этом давайте теперь посмотрим на скинтон, который дает нам вот такая быстрая проявка Final Cut Pro и со стандартным лутом, который дает нам Fujifilm. И, о чудо, да, мы видим то, что с нашей непосредственно проявкой скинтон у нас попадает просто стопроцентное значение. А теперь вырубаем его и врубаем лут, который предлагает нам Fujifilm. И видим, как наш скинтон, ну вот куда-то сюда, направляется правее в что-то между красным и розовым, о чем я и говорил ранее. Еще раз. Наша проявка и проявка переводным лутом Fujifilm. Я думаю, вы разницу заметите и оцените. В принципе, таким скоростным способом можно проявить не только материалы, снятые на Fuji, но и на Canon, Panasonic, или какие-то более профессиональные камеры. Ну а теперь давайте попробуем проявить все то же самое, только не используя вот эти стандартные бегунки, а непосредственно с помощью кривых и цветовых кругов. Так, и первым делом мы кидаем цветовые круги, где первым делом мы опускаем тени, но не очень сильно, чтобы картинка не провалилась. Далее мы середину тоже опускаем пониже, чтобы появился некий контраст. И если исходить из правил, то непосредственно в вейформе наши хайлайты не должны пересекать вот это значение 100. Но я люблю их немножко подопустить, так как чисто визуально, мне кажется, картинка становится более киношная. Конечно, понятие киношная картинка сугубо индивидуальное, но лично в моем понимании хайлайты должны быть слегка все-таки поджаты. И давайте следующим шагом мы добавим saturation. Проявим нашу кожу. Видим, что наши хайлайты опять перевалили за соточку. Можем их еще чуть-чуть поджать. Следующим шагом я бы, конечно, кинул кривые. И добавим опять же тот самый контраст. Серединку можно чуть-чуть приподнять. Она нам вот тоже дает контраст в области кожи. И с вот этой полосой тоже можем чуть-чуть поиграться, чтобы добавить некую гладкость своей кожи. Я также люблю точку черного слегка приподнять, чтобы картинка была в черном цвете. Не слишком черная, а такая немножко сероватая. Так, теперь давайте экспортнем наш лут, который у нас получился. Для этого нажимаем на вот эту шестеренку. Нажимаем экспорт лад. И выбираем, в моем случае это будет рабочий стол, чтобы долго не искать. Назовем это 1, 2, 3, 4. И нажимаем save. X-T4, папочка. И вот тот самый лут, 1, 2, 3, 4. Смотрим, есть ли разница. Разницы нету. И вот, собственно говоря, вот так вот с помощью всего лишь одного плагина вы можете создать свой собственный неповторимый лут, которого не будет ни у кого, но при этом он будет отвечать всем вашим потребностям. Ну что, это видео подошло к концу, и я надеюсь, оно вам было полезно. Поэтому не ленитесь и черканите мне пару слов в комментарии. А я с вами не прощаюсь, потому что, надеюсь, увидимся с вами совсем скоро в следующем видосе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok